Вопрос. Уважаемый Георгий Алексеевич, вы зарегистрировали НОД ООН как Российской Федерации и как СССР. Вы являетесь координатором НОД Российской Федерации и НОД СССР. Да. Но не только я. Также вы планируете создать институт комиссаров, который потребуется в строительстве государства нового типа. Провели заседание интернационала. То есть, смотрите, интересно, я сам не в курсе этого был. Провели заседание интернационала. То есть, выходит на мировой уровень НОД. Значение мирового значения. Предложение. Уполномоченный представителям НОД, координаторам, выдать удостоверение. Это предложение соратник НОД города Новороссийска Валерий Константинович. Выдадим. Выдадим. То есть, интересно, да. В этом что-то есть. А у вас нет удостоверения за мою подписью? Нет, конечно. Кто считает нужным, все получают. То есть, если, представьте, перед таким-нибудь чиновником разворачивают удостоверение НОД, зарегистрированное в ООН, то, конечно, начинают у него там мелькать все эти схемы, которые он... Ну, я думаю, тут надо пояснить, потому что по этому вопросу не всем все понятно. Национальное освоительное движение – это предусмотренное документами ООН по предложению Сталина в 1946 году форма освобождения нации от иностранной оккупации. То есть, когда какая-то нация, а их на тот момент, на 1945 год, было много, ну, Сталин, конечно, имел в виду, прежде всего, английские колонии, это понятно. Там Индия, например, там, африканские колонии и так далее. То форма, когда нация освобождается от иностранного управления, она формирует национальное освоительное движение. Это прописано в документах ООН, вот эта форма. Вплоть до того, что эта форма может быть правительством на этой территории, освобождаемой, временного характера. Но если она правительство, то там должны быть пройти выборы. Вот под эту формулу подходят, например, Ятира Арафата и Палестина. Вот Палестина — это НОД, но в которой НОД имеет форму правительства. То есть, правительство, признанное международным ООН. Мы как правительство не признаны. Мы просто признаны как организация в ООН, ведущая национально-освободительную борьбу на территории Советского Союза. Потому что Отечество — у нас Советский Союз. Отечество — Советский Союз. Часть Отечества — это Российская Федерация. Часть его. Соответственно, в Российской Федерации также зарегистрированы там ООН, ВОН и НОД и Украины, и Белоруссии, и многих других. То есть, мы с ними взаимодействуем. Продолжение следует...